За этим яйцом бабочки мы наблюдали уже какое-то время. Обычно свежее яйцо бабочки вылупляется в течение трех дней, поэтому уже было около шести дней. Мы вычитали онлайн, что иногда гусеница может вылупиться и на шестой день, поэтому мы терпеливо ждали. Мы видели через наш микроскоп, что яйцо все еще живое. Мы также заметили то, что кто бы там ни был внутри, двигался очень быстро. Все движения были хаотичны, как будто там было не одно существо, а много. Подождите-ка, вы тоже видите там маленькие крылья? Мы заметили, что с одной стороны яйца показались усики, а потом они спрятались обратно. На всякий случай мы закрепили наш микроскоп клейкой лентой, чтобы никто из-под него не вылез. Мы начали изучать онлайн. Оказывается, существует много насекомых паразитов, которые могут заразить яйцо бабочки, гусеницу и даже кукол. Хальцидные осы, трихограммы и многие другие. Мы даже и представить себе не могли, что у гусениц бабочек и даже их яиц столько врагов. Вскоре снова появились усики и маленькая голова и вся маленькая оса вылезла из яйца. Мы любим придумывать семена всему живому. Мы назвали ее пирож. Тем временем в яйце все еще кто-то двигался, поэтому мы терпеливо ждали. И вскоре появился частюля. Сначала частюля осматривался вокруг. А потом начал мыться. Следующим был быстряк, который быстро убежал от камеры. Потом молния также быстро исчез за кадром. И наконец-то вылез аккуратист и начал приводить себя в порядок. Просто невероятно, как все пятеро поместились в одном яйце бабочки. Согласно фото, которое мы нашли онлайн, это трихограммы. Они очень крошечные, менее 1 мм в длину. Когда они вылупляются из яйца, они уже взрослые особи и могут откладывать яйца. Все-таки хорошо, что мы закрепили наш микроскоп лентой. Трихограммы также могут заражать яйца ос, мотыльков, жуков, мух и других насекомых. Они наиболее часто используются как агенты биологического контроля по всему миру. Фермеры используют их для биологической защиты своих растений от насекомых-вредителей. Нам было очень жаль, что наше яйцо бабочки не выжило. В то же время мы понимаем, что эти трихограммы играют важную роль в экосистеме, естественным образом контролируя численность различных насекомых. Мы не вправе решать, какое живое существо должно жить, какое нет. Поэтому мы осторожно вынесли маленьких осят в сад и выпустили их на волю, как это бы и произошло, если бы мы не нашли это яйцо. Трихограммы. Благодарим вас за то, что вы позволили нам понаблюдать за вашим маленьким миром. Спасибо за просмотр!